В этом видео в Африкат МКЕ мы рассмотрим тип закрепления контакта. Эта односторонняя связь, работающая только на сжатие, моделирует контакт между двумя поверхностями с учетом трения. Расчет проводится в геометрически нелинейной постановке, поэтому получить результаты с первого раза не всегда удается. Относительно легко, когда калькуликс в автоматическом режиме подбирает количество шагов и итераций, моделируется контакт между плоской поверхностью и цилиндром, между плоской поверхностью и тором и между двумя плоскими поверхностями, когда напряжение определяется от перемещений. Чтобы смоделировать контакт между круглой и плоской поверхностями, ряды моделей должны соприкасаться по касательной. также должно быть сгенерировано две сетки конечных элементов, которые не имели бы общих узлов. Чтобы генератор сеток сгенерировал две несогласованные сетки, 3D-модель должны быть объединены инструментом Compound. Также Compound позволяет в рамках одной сетки конечных элементов использовать для 3D-моделей разные материалы. Теперь переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Генерируем сетку конечных элементов. Назначаем материал. Внизу выбираем Solid. И для рейки ставим олиминей. А для колеса пластик. Теперь добавляем закрепление. И нагрузку на колесо. Теперь добавляем закрепление контакта. Мастер поверхность у нас будет рейка. А слейф поверхность – колесо. Жесткость контакта примем в модуль упругости пластика. Коэффициент трения 0,5. Настройка шагово-итерационного процесса выполняется в свойствах калькуликса. Путем корректирования вот этого набора чисел. Включение пользовательского контроля выполняется путем установки false на true. Мы оставим автоматический подбор количества шагов и итерации. Заходим в калькуликс. Нажимаем записать файл задачи. И запускаем расчет. Готово. И вот наши результаты. Добавим фильтр результатов, в который поместим фильтр CS. и форму деформации. Сохраним их как картинку. Сохраним их как картинку. Чтобы смоделировать контакт между двумя плоскими поверхностями, между 3D-моделями должен быть небольшой зазор. Ориентировочно 0,5 мм. Теперь объединим их при помощи инструмента Compound. Перейдем в МКГ. Создадим контейнер с расчетом. Сгенерируем сетку конечных элементов. Теперь добавим материал. Зубилу. Сталь. Теперь добавим закрепление. Вверху зубила перемещение минус 2 мм. Теперь назначим связь контакта. Чтобы добраться до скрытого кончика зубила, вызовем команду «Подрезать схему для выбора поверхностей». И двигая вот этот компас, подрезаем схему, чтобы нужная нам скрытая поверхность стала доступна. Теперь вызываем контакт. Мастер поверхности у нас будет рейка. А слейф поверхностью кончик с белым. Сосоз контакта мы примем по дереву. Корецентрение 05. Отключаем подрезку. И переходим в Calculix. Записываем файл задачи и запускаем расчет. И вот наши результаты. Максимальное перемещение по Z 2 мм. Что равно тому, что мы назначили. Теперь добавим фильтр результатов, в который поместим фильтр срез. Добавим форму деформации. Возьмем перемещение по Z. Как видим, зубилы у нас прошло путь 2 мм, а поверхность контакта 1,5 мм. Что как раз равно перемещению с вычетом значения зазора. На значение напряжений зазор не влияет. Он влияет только на форму и значение деформации. Поэтому зазор нужно в чтении результатов учитывать. Сохраним результаты как картинку. Вот наши результаты. Для контакта круглой и плоской поверхности. И для контакта двух плоских поверхностей. На этом все. Дякую за увагу.